Ну, я больше думаю о культурных взаимоотношениях с Востоком, и как бы, как это ни странно звучит, но там очень с большой теплотой и любовью относятся, например, к русской музыке, да, то есть говорят, что в Китае обязательно для каждого китайца нужно посетить Лебединое озеро Чайковского и побывать на этом замечательном балете. Вот, что касается экономики, ну, я считаю, что если эта сделка подписана, она всем выгодна, раз. Во-вторых, я считаю, что, конечно, Китай думает, в первую очередь, о своих интересах, но мы тоже думаем, каждая страна думает только о своих интересах. Вот, и я думаю, что мы, понятно, что, может быть, время пришло, потому что вот такие сложные отношения сейчас с западными странами, время пришло как-то ускорить этот процесс, потому что это же не один месяц разрабатывалась эта история, да, вот, поставок газа. Вот, и газопровод, я знаю, что и Казахстан с Китаем по газу работает давно и так далее. Вот, и Китай огромный потребитель. Я не вижу в этом ничего плохого. Я просто считаю, что нужно как можно сэкономить больше денег на самой стройке этого газопровода, да, чтобы не было вот этих вот каких-то вот, ну, несправедливостей, так скажем, вот, чтобы обойтись, чтобы это стоило столько, сколько это стоит, да, чтобы, потому что я вот не понимаю, например, когда у нас говорят, что асфальт вот в России километра стоит столько-то, а на Западе он стоит там в четыре раза дешевле или в пять раз дешевле. Ну, я просто этого не понимаю и не приемлю, вот. Я считаю, что все должно иметь, каждый должен зарабатывать, безусловно, человек за свой труд, но все должно быть разумно, да, вот. Поэтому я за, я за, и я считаю, что вот эта крупная сделка, она повлечет, во-первых, как вы правильно сказали, другие сделки, вот Япония зашевелилась и так далее, а потом будет увеличиваться культурный обмен, и наверняка у нас будет возможность у российских артистов ездить туда и наоборот, и как-то завяжутся какие-то новые, будем открывать для себя территории, что хорошо.